Всем доброго времени суток, меня зовут Vanguard и мы продолжаем играть в Rage and Loop. К сожалению, записи прошлой серии прошло больше недели, никак не удавалось выцепить момент, чтобы записаться. На эту игру много времени надо, потому что тут маленькими сериями не обойдешься. Но, по крайней мере, я должен был зарядиться и набраться силы. Они мне понадобятся, потому что наш главный герой, конечно, весьма любопытный индивидуум. Во-первых, то ли он о большом стрессе, то ли просто не очень большой ума человек, потому что поехать посреди ночи непонятно куда, непонятно зачем, без карты и чего-либо еще. Явно не входит в топ-10 высокоинтеллектуальных поступков этого месяца. Ну, может, все действительно из-за стресса, все-таки, как я понял, его недавно бросила девушка. Правда, это был другой неприятный побочный эффект. Бензинщин господину, очевидно, теперь сливать некуда, поэтому его хорни двигатель заряжен по максимуму, я бы сказал, он заведет на все обороты. Ни одна женщина не может спастись от хорни мысли этого господина, ну, по крайней мере, они выражают их вслух. К слову про женщин, мы встретили также девушку, которая, судя по главному экрану, будет главной героиней или, по крайней мере, что-то около. А может, все это обманы, но умрет через три часа чтения, но как бы то ни было, с ней тоже что-то не так на вид. В общем, доверие все эти люди не вызывают, но несовершенные персонажи как раз и приводят к появлению хороших историй. Все-таки не оставляет надежды, что спойлеры обманывали, и сюжет мы сможем кайфануть. Но тут вроде реально есть очень крутые места, так что смело движемся дальше. Итак, последняя вещь, которую я... Давайте колок откроем. Так, ну это просто начало, мы остались ночевать у нее, в ее общаге, как я понял. И вот мы проснулись. Последняя вещь, которую я... Последняя вещь, которую я помнил, была наша маленькая. Когда был последний раз, когда ты обоссался во сне? Хорошее начало. Мне пришлось рассказать о том разе, когда я так напился, что обмочил свои штаны посреди пансиона. Так, ну хорошее начало, я не сомневался в нашем ГГ. Почему-то именно такая тема разговора кажется ему вполне приемлемой, на мой взгляд. Она сменилась так сильно, что у нее пошла пена изо рта, она потеряла сознание. Но на самом деле это грустно. Мне кажется, в такой ситуации надо наоборот под какой-то сапорчику оказать. Потому что оно явно ему было неловко в тот момент. Ну может сейчас он тоже может смеяться, но уж не до пены до рта это точно. Надеюсь, эту пену потом слили в ванночку и хорошенько искупались. Я проснулся с раскалывающей головной боли. Я так понимаю, это разговор с нашей девушкой, бывшей, или с нашей новой девушкой, еще не девушкой. Блин, ну мы вчера неплохо бухнули. Уже утро. Свет ливался через замерзшее окно. Я достал свой телефон, проверил время. 7 утра. Блин, как бы я хотел с кайфом стать 7 утра послушать пение птичек, но нет. Я встаю и сразу бегу на работу. Почему я не вон? Ладно, я не хочу уехать куда-то посреди ночи на мотоцикле. Во-первых, я не умею водить мотоцикл. Во-вторых, меня точно никакая девушка не найдет и не спасет. Скорее уж, те компанчики, которые попускали ГГ, я, кстати, уверен, что сегодня без попущения не обойдется. Я слух держится между двумя и тремя, и, наверное, я поспал недостаточно. Ну, это у нас получается где-то 4-5 часов сна. В принципе, обычный мой режим. Надо бы исправлять. Я не хочу быть как наш ГГ. По крайней мере, я не проснулся и не увидел какую-то сцену из фильма ужасов. Заня была разрушена, и девушка не оказалась на самом деле скелетом. Ну да, не сказать, что она кожа до кости. Честно говоря, если бы она оказалась маньяком, то я бы не удивился. Честно говоря, если бы наш ГГ оказался маньяком, я бы не удивился. Хотя по-своему это могло быть хуже. О, нет. Она же не спит с нами. А, она распростировалась на полу на другой стороне мини-столика. Ее дыхание было смешано со странными урчащими звуками. Я с сомнением взгляну на нее. Святая, которая спасла меня от адов, которая была последней ночью, обливалась посреди сна. И что я должен был делать? Не знаю, за полотенчиком сходить и на бок ее перевернуть. Как Костя не мог быть слишком жесток к ней. Чебичан. Какие-то они громкие на самом деле. Прям шепчут мне о ушке. Она не просыпалась. Ну, я просто сделаю то немногое, что смогу. Вот, этого должно хватить. Я использую кучу туалетной бумаги, чтобы прибрать ее в бардак и смыть унитаз. У нас свое пятно на полу. Но на этот полу и так уже было грязно. Наташа, к кому какая разница? Ну хорошо, кто терпит снова рулончиком туалетной бумаги? Между прочим, достаточно ценный запас. Во время коронавируса люди реально же могли за это убить. Я даже намочил полотенце и протер ее лицо. Но даже так она не показала никаких знаков, что проснется. Часть рвоты была на ее одежде и волосах. Но я подумала, что лучше она разберется с этим сама. Чемичан. Утро. Первый намек на сознание за сегодняшний день. Я выйду ненадолго. Не ожидая ее ответа, я пошел ко входу. Я превоспоряю душу, переодеться и все такое. Та, что я поубиваю время снаружи. Я залез в свои все еще в влажные ботинки голыми ногами. Мои носки были в стиральной машинке с полотенцем, которая дала мне что-то тереть мои ноги. И потянулся к дверной ручке. Так, на улице все приятно. Пока я ничего не намекаю, что в этой игре будут какие-то ужасы, смерть и так далее. Я открыл дверь и меня поприветствовал поток ветра. Дождевые капли, собравшиеся на древесных листьях рядом со зданием, прилетели прямо мне в лицо, оставив мне помурчиться. Дождь в последней ночи уже окончился. Непо было довольно ясно, но не старинное это. Я заметил, что мне трудно разглядеть свое окружение. Здание было окружено листьями. Эта старая постройка была, по сути, похоронена в лесу деревьев. Примерно такой же высоты, как и само здание. Были ветви, которые тыкались в раскрытый коридор. Такое чувство, будто они бы могли потянуться и схватить меня. Если бы я не был осторожен деревьям, вряд ли нельзя доверять. Кто смотрел второй фильм «Василия на колец», тот знает. Ищу себя так, будто я был в каких-то руинах-переростках. В взросших руинах, я бы даже сказал. Я повернулся и увидел комнаты с чем-то такими, как я оставил их. Мне кажется, что это еще какая-то комендантша была. Ну и вот неделя прошла, у меня как раз память дольше недели не работает. Но иногда больше суток не работает. Поэтому детали многие мне вылетели из головы. Я только помню, как кабанчики и олени рядом со мной скакали и угрожали. Вот это я хорошо запомнил. Ну да, все осталось как есть. Да, это было реальностью. Я закрыл дверь. Были другие комнаты в этом здании, за чего я начал гадать. Заняты ли они? Черт, мне было интересно это в целом про окружающую местность. Я оттолкнул ветки в сторону, чтобы посмотреть, были ли неподалеку другие здания. Внезапно что-то оказалось в моем поле зрения. Так, ну в этом УГГ прямо везет на то, чтобы находить девушек в лесах. Это не казалось правильным. Что-то еще не должно быть здесь. А что с ней? Листья, которые с Дину раскрыли женщину, одетую в любопытную одежду. Детую в одежде я сильно сказал. О, господи, вампир! Это просто фемверсия. Смотрен из болтерских триалов, верим, бояться нечего. И когда я узнал, я обнаружил ее, она открыла свои закрытые глаза. Наши взгляды встретились. Но она смотрит прямо на меня. Еще один сильный поток ветра. Я закрыл свое лицо от шкала дождевых капель. Но она исчезла. Кто мог подумать? И трава даже совсем не примята. Когда я выглянул наружу... Вот приятно, что есть такие люди, которые левитируют на траву, ой, не топчет и газончик-то свежеподстриженный. Ну или просто расросшуюся траву. Вот таким людям респект. Вы тоже, пожалуйста, в следующий раз уж извольте применить свои магические силы полевитировать, а не топтаться по зарослям. В общем, женщины нигде не было. Бывали это иллюзии? Если нет, тогда что? Что это было за место такое? Это могло быть какая-то маргинальная деревня, село. Может, кучка реальных руин. А может, вообще какое-то незаконное поселение. У меня были теории, но я пока оставил их в сторону. Но, в общем, это место казалось стоечим того, чтобы его исследовать. Я спустился по лестнице и не увидел никаких знаков женщины или кого-либо еще, раз уж там пошла речь. На небольшом рассаде от здания я развернулся, и, по сути, да, оно было практически скрыто деревьями. Я пошел к тому месту, где я увидел женщину. Там были следы в траве. А нет, так и не левитировал. Все, респект забирается назад. Вот насколько ее ступни опустились в траве, настолько же понизился респект. Может, я смогу найти, если последую по ним. Они привели меня к открытой области. Она была неиспользована, но казалось, будто кто-то что-то пытался здесь сделать. Может, какая-то стройка была. Даже если была, то ее, очевидно, бросили. Надеюсь, там осталась где-нибудь каска, она нам явно пригодится. Особенно после нашего паркура с мотоцикла в прошлый раз. Странно, что у нас все кости целы, на самом деле. Да, тут были большие камни и множество. Осадка какого-то у дома. Судя по тому, что я мог понять, тут был огромный оплозень. Зачем пришлось прекратить стройку? Факт, что рост растений был все еще минимальным, означал, что это случилось довольно недавно. Слушайте, он на самом деле имеет сильное логическое мышление, если подумать. То есть, он реально замечает какие-то детали и делает выводы. То есть, он уже окажется, на самом деле, неплохим протагонистом для подобной игры и своего образа мышления. Следы, похоже, спускались вниз по холму, рядом с местом стройки. Внутри бы заглянуть на река, там что-то интересное. Следуя за ними, наконец, видел что-то, что можно было назвать цивилизацией. Неужели он обнаружил Великую Римскую Империю? Хотя бы греков? Так, ну там была куча спаханных полей и дома неподалеку. Так, это, на самом деле, было поселение. Какое облегчение. Я решил продолжить следовать по отпечаткам, чтобы приблизиться к поселению. Я отдохнулся на еще одну непроложенную дорогу, незамощенную, которую, очевидно, использовали люди и машины. Она была наполнена сорняками и кустарниками, которые были высотой мне по пояс. Там проживали кузнечики и гусеницы, среди прочего. Да и пауки не были исключением. Вот они, три фракции. Гусеницы, пауки и... Кто еще? Я уже забыл. А, ну кузнечики, конечно. Кузнечики вообще имба, надеюсь, кто-нибудь заключит альянс с лягушечкой, чтобы покарать эту имбу. Да, нет, насекомых здесь не было недостатка. Та, что это было хорошее место, чтобы расставить все эти раз, что мы так осмысли существование паука. Может, все форшедвинг какой-то. Я не особо любил себя пауков, но я и не любил их. В общем, в целом, относился нейтрально. Может, чуть ниже среднего. По крайней мере, они были просто безредными... Ну, предильщиками. В любом случае, я постарался сбежать из кустов. Просто на всякий случай последовал по тропинке, как хороший городской мальчик. Там был большой булочник, окруженный травой. Он был странно высоким, из-за чего он выглядел так, будто его поставили себе люди. Это не тот, у которого надо было свернуть, интересно. На его поверхности, покрытой росой, была серая древесная лягушка, готовая уже напасть на многих насекомых, разбросанных вокруг. Вот, вот она, вот. Это камушек, который может перевесить чашу весов в нужную сторону. В общем, гусеницы, не упустите этого союзника. Я прошу немного дальше, наткнулся на дом с маленьким полем неподалеку. Из-за положения поля можно было спокойно предположить, что оно принадлежит местным жителям. Если, конечно, это вообще были жители. Я никого не видел. И, как и всегда, повсюду была трава. Был еще один булочник, стоящий рядом с домом. Этот, очевидно, был положен сюда человеческой рукой. Эх, как же он удивится, когда поймет, что булыжник прикатился сюда сам. Булыжники, они, знаете, такие. Людят вот перекатываться, посмотреть новые места, постоять загадочно где-нибудь, чтобы все их обходили. Блин, у них, на самом деле, два любого датского поведения, если так. В чем был смысл? Это был монумент или что-то вроде отпечатки ног шли дальше в поле. Мокрая грязь в поле была полна маленьких, юных, но здорово выглядящих рисовых растений. Если игнорируя стоящие булыжники, то в целом это оказалось обычной фермерской деревней. Я одновременно чувствовал облегчение и тревогу. Судя по тому, что я видел, не было никаких других зданий, кроме тех, что там поселение. И все, дальше шли только горы, что означало, что это место было полностью изолировано. О, отличное место для проведения каких-нибудь кошмарных игр. Я был полным чужаком. Хм, а что делать с полными чужаками? Правильно, приносит жертву какому-нибудь Богу, чтобы был хороший урожай. Дождик там шел умеренный какой надо, чтобы все росло. Ну, в городе не пригодился, на алтаре сгодился. И, к сожалению, отнить не свадебно. Да, вряд ли бы все хорошо, если наткнулся на рандомного местного жителя. Я немножечко нагнулся, чтобы спрятать себя. Но вот это совсем не подозрительно. Мне кажется, если местный житель просто видел у кого-то левого чела, он хотя бы поинтересовался, может, кто это. А если этот левый чел еще кродется по полю, вот это уже странно. Может, он рис сюда пришел воровать. Вот его самого упустить на рисовую кашу. Наверное, уж не будет вернуться. Ищеми могла меня искать. Ищеми проснулась и помылась. Незапно! Я услышал звук. Я поискал его источник и нашел громкоговоритель. Какой-то на деревянном шесте посреди маленькой площади. Утренний эфир. Никогда не слышал этой мелодии раньше. Она слышала, может, действительно радостной, но некоторые ее части казались, правда, темными. Это какие? Ну, не знаю. Как будто она все же довольно позитивная. Но я нашел ее неуютной. Задачные. Я перестал двигаться. И что случилось дальше? Стоит мне спрятаться. Вот и культисты собрались. Блин, камни реально очень большие. Слушайте, это камни, они с домом размером. Был человек вместе с окруженным домами, но нет, это не человек, это камень. Не было нормального, господи. Можно прямо в лицо человека накидывать. Так. Так, надеюсь, эта повязка не сделана из чего-то похищенного нижнего белья. Это было бы реально некомфортно. Что было с этой внешностью? Что было у нее на лице? Хотя бы он на большом расстоянии мог видеть, что старая женщина с какой-то тканиной в лице трясучая трясучая шла. Трясучая шла. Так вообще, можно сказать? Трясущая трясущаяся походкой вышла между зданий. Довольно странно. Булыжники были даже там. Булыжники вот явно неспроста. Может, это какие-то чекпоинты. Может, в них сохраняться. Даже старой не был факт, что она подошла к одному из них, соединила руки и приклонила голову перед ним. Ее лицо все еще было скрыто. Затем была лишь тишина. На самом деле, казалось, будто она поклоняется ему. Мне казалось, что она ему молится. Это было плохо. Правда плохо. А что, уже помолиться нельзя старой женщине? Он, наверное, в какой-нибудь храм вбегает и начинает сразу ломать людей там. Как вы посмели молиться? Я заверю его в поселении с уникальной культурой, проще говоря. Просто не надо ничего делать с булыжниками. Если захочется сходить по нужде, то лучше поискать туалет, а булыжники не трогать. Да, забудьте, врачи, проблем. Чужак в родине может быть убить здесь. Слушайте, ну, это, наверное, норма, да? Если ты его первая мысль, может, просто слишком много просмотра на трук край, Ладно, я бы, я скажу откровенно, я бы тоже не доверял людям в каком-то далеком месте изолированных всех. Мало ли, что у них на уме, и какие у них могли убеждения сформироваться, когда они в полной изоляции. Я просто повернулся и побежал. Так, здесь старая женщина не помчится, как тигр. Я помчался по холму за дом через место стройки, пока не прибыл назад с даницом апартаментами. Чем выглядел относительно разумный человек. Мне нравится уточение относительно. Может, она может сказать мне, что происходило. И тут я осознал, что то, как она описывала это место, было немного странным. Она, по сути, сказала, что на ней было нормальным. О боже, этот арт. Или, может, есть серийный убийца, который привел меня сюда, просто чтобы напоить и убить. Воу, такая какая-то злая горная ведьма. Значить здорово. Я реально тебя неплохо убью. Сплюш, сплюш. Опять сплюш, сплюш произошел. Не может быть. Что если на самом деле была наживкой, которая не использовала что-то заманить до себя чужаков, особенно хорни одиноких парней. Со временем Фир остановился. Чем? Если я еще не вышел из ее комнаты. Я ответил даже, когда я постучал или позвал ее. Мне ведь не нужно было это беспокоиться, верно? От этого моя необъяснимая тревога стала еще сильнее. Что если это было ловушкой? Что если была в опасной ситуации? Я должен был поговорить с ней. Если она была нормальным человеком, конечно. Может, моим лучшим вариантом было сбежать прямо сейчас? А как? Но я не знал бы, куда бежать. Я не мог вспомнить, какой дорогой мы прошли сюда. Хотел бы уверить, что поднимали сверху по холму, то что может, если я спучусь, а дальше куда? Если бы я сбежал поселения и пошел бы назад в горную потоку, я бы смог сбежать, следуя по диким тропам. Это был мой лучший вариант, даже учитывая сложности. К счастью, я взял мою сумку со мной. Я точил за купюр 5000 чен и подложил ее в газетный ящик чеями. Это была плата за пиво последней ночью. И когда я развелся, чтобы идти, а-а, господи, я уже начал кричать. Был готов. Дверь в комнату рядом с лестницей с скрипом приоткрылась. Видите, как глаз внутренний через щель? А, фух, общая тревога. Хотя бы глаз не показали, то я реально мог бы кончиться как личность на секунду. Я высокий крик пронзил мои барабанные перепонки. Я тоже закричал, не был везде как страшный и побежал. Внезапно я наступил на... неудачно наступил на мокрый пол в коридоре. Я упал. Ф. Печальный смерт. Тук-тук-тук. Харучан, что не так? Лоу. Кто это старый парень? А, кто ты? Или ты в порядке? Харучан, не кто знает. Разумно звучащий голос стал меня проигнорировать, боли, всподнять голову. Это были два мальчика в формально в дешкольной форме. А, и вот вопрос тут Хару. Одного из них. Харучан. Харучан! Так, ну это маленький. Харучан где маленький, это больше вопрос, он сложный, потому что кто-то нас так сократил. Так, два мальчика в школьной форме. Вы в порядке? Он повторил вопрос. Да, просто напугался. Ты друг чини? Чини? Она с него вчера починила. А, ты имеешь в виду Чимичан? Ты друг из колледжа? Он не говорил нам, что ты навещает. У меня просто, я просто попал в некоторый неприятный стены, помогла мне. Но нет, ничего сомнительного. Хотя я знаю, что тяжело поверить. И правда, старик. Блин, типичные старики 24 лет. Или сколько нашему ГГ, но вряд ли сильно больше. помпоминалось. Ну ему точно меньше 30. Блин, как бы с этим разобраться. В любом случае меня зовут Хару Акифу Сейши. Эй, я сонагурибы. Блин, откуда тут записывать я, что я жизни не заполнила Хару? Да, Хару это маленький. Или нет? Блин, а кто тогда Хару? Это Чикамо, Чикамошида. О нет, только не Камошида. Надо персону 5 перепройти. Можно просто Мочи. Приятно знать. Если бы назвать его так, можешь пересендовать за него стариком. Мне всего 24. О, я запомнил. И это Харучан, что ты делаешь? Мы не знаем его. Похоже, это Харучан Блащеган, которая смотрела на нее через щель двери и закричала. Кажется безопасным. Выходи. Ныне спустя она захопнула дверь и через несколько ныне сомнений открыла снова. Здравствуйте. Вау. Она глядела тоже как студентка или ученица. Надо понимать, они все школьники, только ее чувство моды было крайне ярким. Кто ты? Зовут Харуаке Фусаиши. Я разбил свой мотоцикл неподалеку и Чимисеризава-сан выручила меня. Подожди, ты говоришь, что провел ночь в ее комнате? Все было максимально цело-мудрено. Эмм, да, я. Одна промыслова пронзающим уши криком. Какое че было так шумно? А о чем ты думал? Ты должен находить в комнату незамужшей девушки. Это неврилично. Блин, а в замужней можно зайти, да? Вот, в принципе, к замужней зайти можно, особенно если ее муж не дома. Вот это куда более приемлемо. Как говорится, муж не стенка подвинется. Так, это мы запротоколировали. Да, это то, что мне валось, но я Чимисам был достаточно добра, что впустить меня. Почему ты здесь ведешь себя так, будто знаешь всю свою жизнь? Подожди, но не выходит. Не говори мне, что ты... Блин, даже не знаю. Что, страх ее до смерти или что? Простите, это был семейный подспой. Есть купюра в 5000 йен на двери. Да, блин, это еще хуже. Такое теоретно звучит так, будто я заплатил ей за те вещи, которые в голове у этой школьницы. Она кричит. Не говори мне, что ты... Нет, 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 набросала мне кучу выпивки, я плачу за это. Тело чинистово гораздо хуже, чем этого. Так, я не понял. То есть, неприличные вещи делать можно? Главное, достойно это оценить. Как распутно. Блин, все, я сейчас в первой серии должен понять, что эта игра будет в таком духе. Поэтому, все, это больше не семейный воск, я готов пробудить себе зверя. Зверя комментировать. Возможно, после этого от меня все отвернутся. Ладно. Пока потушим зверя, охладим свой пыл. Да что нахрен говорили эти дети? Эй, можешь меня выручить? Ты пил с девушкой, которую только что встретил, и она не выходит? Ммм, что же могу произойти? Дерьмо, у меня не было здесь союзников. Что происходит? И так нам просянилась тема разговора. О, а чьими сан, ты можешь сказать им, что случилось в последней ночью? Блин, вспоминаю этот хентай арт, и я... Блин, ну что я назвал это хентай артом? Артсен телевержит лица мне, почему-то не особо верится, что его показания сильно нам помогут. Что-то было не так в Юауре? О, гадем, сан. Похоже, это в ней пробудился зверь. Что случилось с жильной девушкой, которой он был вчера? Не знаю, похмелье, наверное, случилось, как вариант. Криповая улыбочка, еще и гром. Чинэ, чинэ ты, чинэ ты. Блин, это неловко. О, подожди, остановись. Я не могу больше быть невестой. О, гадем, сан. Блин, какой бардак. Хотя лица еще не было совершенно бледным, она, на самом деле, ухмылялась. Она у нее очевидно была сильно похмелье, но это не помешало ей дурачиться. Вот так началась наша жизнь в этом месте. После того, как она всех успокоила, чинэ объяснила, что на самом деле случилось. Как мы встретились посреди ночи, как она позволила не остаться из своей доброжелательности, как мы напились до чертиков и как ничего не случилось между нами. Блин, аж так она, говоря, не с пор, как я была так много. Думаю, не была готова к этому и проблевалась. Простешься, держись, видите, это Харваки-сан. Я не против. Это Харвачану все еще смотрел на меня странно. Мне кажется, она смотрит вообще неодобрительно. У нее какая-то милая штучка, там какой-то зайчик на этой фляжечке. Милота. Хотя, что это игра про волков, не значит, что она кажется первым зайцем в этой охоте. Абсурд. Лёв Сучи, извини, я так высылал вчера, что не мог отказать ее доброте. Но мы о чине говорим, надо делать что хочет. И у него хорошая причина быть здесь, так что, может быть, старшие поймут. Вот явно очень закрытое общество по этой фразе. Где ты ее вообще нашла? Эм, ну, рядом с рекой, дальше внизу. Мы сосали всех поменять свои выражения лица. Это немного. Это важно. Два человека за два дня. Я сказал что-то плохое. Это выйдет наружу рано или поздно. Мы устроили огромную сцену. Наташ, не буду удивлена, если все в Ясумизу уже знают. И что-то не буду по два человека все за два дня. Не трогай меня, ты мерзкий! Я не пыталась ее трогать, я не был мерзким. Конечно, я не мылся уже больше дня, но все еще. Эй, ты, что такого важного в этом? Кричать? Ну, это точно звучало плохо. Может, ты не больше расскажешь? Это немногосложно. Пока что просто помни, что это сельская местность. Тут вещь отличается от города. Это парень Бори Бэкун. Игнорирую Чи, проигнорирующий Эмьон Бу. И с ним было бы разговаривать проще всего из всех. Что мне делать? Крясайся на меня, хорошо? И время для студентов. Учеников есть? Разве нет? А? Ну, я бы хочу рассмотреть, как закончится этот бардак. Нет, не хочешь. Просто иди уже, мы нагоним. Ну, я полагаю, лучше идти раздельными путями. Наверное, будут некоторые несогласия. Да, я знаю, что ты поймешь, я Сокун. Позаботься о ней для меня, хорошо? Конечно. Прекорайте обращаться как с ребенком. Да. Я клянусь, я до... Что? Извините, я правильно понимаю, что молодой человек только что пообещал выдавить немного глины на кого-то из нас? Да что не так с этими людьми? Или я бы не понял какую-то идиому? Тяжело, тяжело, конечно. Тяжело быть обычным японским городским парнем в деревне. Давайте в Рос пойдем вдвое. Итак, ученики пошли к лестнице. Было легко понять, какие у них отношения. В любом случае, так они тоже в этом здании. Да, это ученическое общежитие, понимаешь? Ученическое общежитие в этом в этом захаусте. Я тоже удивился на самом деле. Или студенческое, я не понимаю. Они были в школьной форме, но, может, не все студенты. Ну, короче, надо возраст персонажей. Вот, я ей 20, я помню, с чем-то, по-моему. У них не очень большая разница. Вот, но эти челы выглядят младше ее, но особенно мочи. Все еще мои чувства предавали меня. Выдали, мои чувства выдали меня, тут были и другие люди. Кстати, я же не как бы больше не наткнулась и ни в какие проблемы не попал, так? Да, я был осторож с этой стороны, раз все с дерьмом видели, как мы с позором бежали. Хорошо, подготовим себе эти столбы. Для завтрака? Нет, для утренней молитвы. Нет, я же завтрак сейчас. Будем в столбу, чтобы представить тебя. А, кому? Любому какие-то проблемы с чужаком, пришедшим в саранаги. О, например, это Таэба. Ну, тогда я в твоих руках. Все хорошо. Я только благодарен, давайте же это, что случилось с тем утром втайне. Ну, конечно. А что за саранага вообще? Это река? В общем, к ластере этого момента скажите, пожалуйста, голоса персонажа не слишком громкие, можно вроде бы уменьшить. Да, река называется по-туке саранаги. Тут ее обычно называют саранага. От того места есть некоторая культурная значимость. Правда? Да. Говорят, что это порченное место, где мертвый возвращается с другой стороны. Ну, так мы мертвы, приятно знать. Так вот, почему мы не так отреагировали. Какие-нибудь еще правилы или традиции, о которых нужно знать. Не трогать камушки, например. О, да куча. Ну, ты просто сядь на меня. Хорошо. С радостью. По всем фронтам. Если могу спросить, я в опасности? Нет. Но тебе наше даться сбежать, пока что-то неприятно не случилось с тобой. Это звучит как определение опасности. И ты подготовишь для этого фундамента? Да, да. Поселение, которое я изобрел, было странным местом, но по крайней мере гид был надежным. И она хотела, чтобы я убрался сюда как можно скорее, а? Ой-ой-ой, я так близко. Это было депрессивно. Че, уже остаться захотелось или что? Это сейв. Чем я дала мне ромен в чашке на завтрак? Наски питья воду в маленьком электрическом чайничке. Садежка была слишком с похмелья, чтобы что-то есть. Я использовал возможность, чтобы выплатить ей за напитки последней ночи лично. И затем мы пошли в столовку. Что это за булыжники? Они как талисманы, полагаю. Они тут здесь в вечность уже стоят. Никогда не делали ничего подобного нигде еще. А, да, полагание довольно уникальное для этой местности. Она поела меня по узкой тропинке, более узкой, чем та, по которой я шел раньше. Мне казалось, будто машина использует эту тропинку. Она была очень фермерская какой-то. Это место тоже было переполнено булыжниками. Некоторые были треснувшими, разбитыми или наполовину уже захороненными в поле. Это были очень религиозные символы, но не казалось, что они были так важны в эти дни. Или были? Теперь, когда я знал, что я был в безопасности, мне снова становилось любопытно это место. О, там человек. Он работал в поле. Это Токумин-чан. Утро! Вообще я помахал рукой. Человек ответил. Но с ним застыл. На полу на полузмахи. Пойдем. Ты веришь, вы должны? Этот парень сидит довольно удивленным, увидев меня. Поэтому нам и стоит развить его подозрения. Не переживаем, скоро будет столовой. Мы тогда и объясним. Ну, если она так говорит, как чуженька, так как я был чужиком, у нее не было выбора, кроме как полагаться на нее. Это была часть деревни, которую я видел этим утром, где здания были в более густой кучке. Я не извиняюсь, это было тогда, но это было на самом деле довольно странно. По сути, оказалось, все заброшенным. Дерядные бунгало, в частности, все заросли, они погрузились в высокую траву и прочую зелень. Если бы это было все, что видят этой деревни, и кто-то сказал мне, что она была заброшена, я бы с легкостью поверил. Однако, два здания выделялись. Был зал прямо за холмом. Он не был таким большим, но выглядел достаточно грандиозно и казалось, что за ним хорошо ухаживают. Другое здание было чьи на столовой. Оно выглядело немного грязным, но я мог понять, что внутри были люди и, судя по всему, это было самым желеным местом в этом бедном, в этом жалком подобии Кому Юдити. Не надо так плохо думать, а то вырвется еще что. Не то изо рта. Внезапно три ученика вышли, болтая о чем-то. А, чини и фусоиши сам. Еще раз, втора. Вы не опаздываете? Он саша вечность, потому что мочи не перестал говорить чушь. Да, я злой. Дайте мне супниса. Ну, блин, это довольно легкие требования для злодея. В принципе, кого-то можно и уступить. Хотя Даша одну поблажку, завтра он попросит, не знаю, целый холодильник всякой еды. А потом он вовсе захочет столовку отжать. Мы это не можем, с поворами, мы это не можем позволить. Ну, успейте либо торопитесь. Идите на уроки, ребят. Полубегом они трое помчались по... Полубегом помчались, хорошо сказал. Они побежали по тропке, с которой пришли мы. Не все в старшей школе, а? Да. Тут есть ветвь школы. Там, наверху, по горе. Я сама туда ходила три года назад. Интересно, чего там учат. Надеюсь, там есть все уроки обращения с вулыжниками. Зачетумительно. Не так все плохо. По крайней мере, мы можем жить в этом общежитии. Чеми казалось совершенно серьезной. Не было даже намека на улыбку. Хм. Если не в общежитии, то где бы они жили, вот мне любопытно. У них вообще есть родители там? Какая-то семья? Если они тоже часть этого комьюнити родились здесь, то как будто должны быть. Ну, я думаю, мы скоро все узнаем. Хорошо? Сбодримся? Мда. Я не убеждена. Мы чуть посмеялись и прошли через занавеску. Добро пожаловать. Блин, у этой женщины какой-то район, я не знаю, как это сказать, русалочий вайб. Вот. Не знаю, почему. Внутри все казалось таким же древним, как и снаружи, но, похоже, за местом хорошо ухаживали. Он гость, чей мячан. Леди, похожая на местную хозяйку, задал вопрос. Хотя она была немного в годах и утомленная, она была определенно красивой. Я же говорил, русалочий вайб. Были двое других, кроме нее. Одна была леди, а ты не та, которую мы встретили, но без ткани трудно понять. Леди за 70 или даже 80. Она, наверное, была только, видимо, увидела этим утром. Нет, все-таки узнал. Силуэт совпадал. Правильно. Когда дизайнешь персонажа, нужно, чтобы его легко было узнать по силуэту. Даже я это знаю. Другим был мужчина, который оказался чуть младше ее. Наверное, ему было тоже уже под 70. Хотя и просто сидели здесь, у них была угрожающая аура. Блин, не могу понять, этот мужик накачили, у него скорее какой-то скуф пузико. Как-то он как будто два мира все соединен. Вообще он довольно мощный. На массе, на массе. Но я думаю, бабка все равно чуть попасть не будет. Я представлю его. Это Харуаки Фосаиши. Я нашел его в Саранаге после ночи и взял под свое крыло. Их реакции были довольно мощными. Леди выдохнула, а два старика поднялись на ноги с тревогой. Напряжение, которое уже было сильным. Достигло своего пика. Я знаю, переживаете, но просто впадение. Ну, кстати, учитывая, как сильно мы упали с этого мотоцикла, по крайней мере, поописать, падение выглядело очень страшным. Я не удивлюсь, если мы реально умерли и попали в какой-то загробный мир, который считается миром живых. В любом случае, как будто мы легко могли умереть от такого падения, и мы пришли с той стороны, куда приходят мертвые. Может, все это, какой-то лимб, какое-то чистилище. Так, ну, вторая серия уже начинает строить теории, а я молодец. В отличие от этой маленькой девочки, он точно знает, откуда он. Он поехал по старой тропинке на его байке и разбился. Это на самом деле правда грустно. За байк-то реально грустно. Такой боец был. Столько мы наверняка прошли с этим железным конем. Вот. Ну, зря мы вчера вышли с ним в поле. Ну, вообще, я думаю, что он должен помочь ему уйти. Что думаете? Блин, это занавеска сзади, кажется, какая-то тьма, какая-то бездна просто раскрылась. Высасывает весь свет. Сказав все это, Чеми замолчала. Теперь мяч был на их стороне. Что-то не приуныли. Ну, это проблематично. Значит, какая-то еще маленькая девочка сюда попала. Так, вряд ли так, которую мы видели, к тому же ее описали как женщину. Леди высказала безвредное мнение, пытаясь не расстроить стариков. Было очевидно, кто был во главе. Они были старшими во многом, скажем так. Чи, Чанпач, зачем ты вообще ходила к Саранаге ночью? Постирать вещички. У меня была догадка, полагаю. Знаете, что случилось? Я не могла уснуть. Когда он уже тебе бит, а? Так, ну давайте без таких сильных слов, пожалуйста, без таких оскорблений. Ну, может быть, чуть-чуть и йоми, но уж точно не бита. Хотя, меня довольно сильно побило предыдущими испытаниями. Закрой рот, ба. Так, неуважение от, пожалуй, не загина, я заметил. По разговору было ясно, что-то случилось перед тем, как я прибыл сюда. Наверное, походило на то, что случилось со мной. Она упомянула какую-то маленькую девочку, а то, что был ребенок, которая забрела сюда, как я. Если верить, чьи эми, потоки саранаги были местом большей значимости здесь. Это было место, из которого мертвые люди возвращались к жизни или что-то в этом роде. Ну, так это должно быть это и леди, которую упомянул мальчик, и йоми бита, должен быть термин для мертвых, которые пришли отсюда. Будем надеяться, что всего лишь это. Похоже, главной целью бы здесь было убедить этих старейшин одобрить помощь мне. Откуда ты? Голос старика вернул мой сбившийся, отклонившийся тем разумом назад к ней. Я из Токио. Разве ты не помнишь, что Токио был уничтожен в 1045-м? Сколько тебе лет? 24. Старший чьи, это плюс или минус? Он усмехнулся и не понял, что он... Ну, так под дел меня слушать, что я прятался за более младшей девушкой. Я считаю, можно прятаться за кем угодно. Младше, старше, девочкой, мальчиком. не бинарной персоной. Главное, чтобы защитник был хороший. Это вообще не зашло. У каждого своя роль. У кого-то быть защитником, у кого-то быть... Ну, не то, что попущенцем. Ну, в общем, в более слабой позиции. Приятно познакомиться и я, Хароаке Фусейше. Как она сказала, я забрел в город после того, как мой байк разбился. Я, кажется, с полной чужаком здесь, так что я не хотел говорить, не в свою очередь. Говори без разрешения. Но почему попросил ее говорить с моего лица? Но я думаю, по крайней мере, что-то я должен сказать. Я не буду тревожить с собой, чем должен. Таша, я доблагодарен, если вы простите мое краткое пребывание здесь. И, пожалуйста, не вините ее за помощь мне. Слушай, ну хорошо сказал, хорошо сказал. Мне кажется, красноречие должно прокнуть. Харваки-сан, блин, не прокнула, не прокнула, единицу выкинул. Я думаю, она пошла брать рейс этой деревни, выручив меня. Ученики тоже казались удивленными, леща учеников втянули. Боже. Я взрослый, я готов тебе ответственность на любые проблемы, которые я причинил, так как смогу. Она тоже взрослая так-то, хотя в Японии, может, еще не считаю. Ян, серьезно, забываю. Японии 20, 21, хотя она может пить, так что, наверное, уже достаточно для здесь ответственности. Поэтому, пожалуйста, потерпите меня. Я склоню голову. А, мне кажется, он в норме, Тайба. Не знаю, насчет этого. Смотри на его волосы, все покрашены в коричневый. Надеюсь, это не какой-то намек, что раз у меня волосы такие-то и субстанцией внутри набит такого же цвета. Дерьмо. Я забыл, что я выгляди не очень презентабельно для более традиционных людей. Бабуля, походу, там каждый миллиметрик корней углядела. Чужаки все такие, просто нужно помогать им выбраться отсюда, как по мне. Делай, что хочешь. Я думаю, я получу немножко их одобрения. Харуаки. Харуа. К моей внучке. О, ты, внучка. О, ноу. О, ноу. Как неудачно. Какой бардак. О, так это означает, что вы... Да. Он дедушка Хару-чан, к концам Макишима. Приятно познакомиться. Я не знал, что еще сказать. Хару-чан и я были не в лучших отношениях пока что. Плюс еще казалось, будто сложную часть мы преодолели. Заехал в Саранагу, а? Нет, на самом деле я спросил направление в универмаге, поехал по площадь дороги, в итоге потерял управление на незамощенной части. И затем ты зашел в Саранагу. Почему ты не повернул? Он не выхищелен моим в правдействии. Это очень легко понять. Я думаю, в принципе, девчонки из десяти были бы не в восторге. Не только что пришел в голову, что я понятия не имел, сколько времени прошло между аварией и моей встречи с ЧМ. Такоми, я пойдем посмотрим. Такоми работает в поле. Это чтобы заставить его уйти. Позволь мальчику помочь. Ты никогда не меняешься, Кончан. Что здесь происходит у этого встречи? Какой-то мощный мужик. Блин, интересно, какой у них джим. Ну, понятно, их джим это поле. Вот там реально все мускулы начинают расти. Подходик часов десять в день и все группы мышц накачаются. Что здесь происходит? К нам приснился новый жилец. Чемик, это парень. О, такой мячан. О, так он был тем, кого мы видели в поле. Он, конечно, глядил больше, но так близко. Сетарод на поле, похоже, сильно помогал ему мускулам. И судя по тому, что я мог понять, ему было где-то за тридцать. Это че я представил, пока че я не представлял мне рассказанную ситуацию, я узнал его имя. Такуми Мура. Блин, это дожило тяжело. Так, так, Риканзе, мы подберем его. Так я думал. Тай, бачан, подожди немного, пока я помогаю этому парню. Я уже засел все на поле. А траву пока шел в полу день. Какой хороший мальчик. И волосы натурального цвета, судя по всему. Ну ничего такого, я буду так быстро, что ты посчитаешь, еще и сучилось. Приятно слышать. Ничего. Мальчик. Так, я начал быстро кликать, злочка воропуска. А, я? Что такое? Тай, ясумизу. Это нехорошее место. Это было место, которое не было хорошим, а не мое присутствие здесь. Нам не нравятся чужаки тут, и чужаки должны не будить спящих псов. Мы должны поторопиться и уйти. Таков план. Так решено. Да? Спасибо, Такуменчан. Я начинал понимать, как дела здесь работают. Хотя, голос Канзо Макишимы был самым мощным здесь, было так же важно получить одобрение Тайя-сан. Канзо-сан был, наверное, во главе разбирательств с практически проблемами поселения, пока Тайя-сан обеспечивал духовное и моральное направление. Когда было время быть цивилизованным, Такуменчан пришел, убедил Тайя-сан действовать как посредник. Действовать как посредник. Да? Да, Такуменчан пришел, убедил Тайя-сан действовать как посредник. Казалось, будто сам Такуменчан понимал такие тонкости и чем и похоже полагалось над его сторону. Так, а эта женщина кто? Держи. Леди принесла чай, держите, леди принесла чай старикам, как раз вовремя. О, Коори-сан, уже вас можете перекусить. Так вот, как ее звали. Конечно, Коори-ри-бе. О, она связана с тем мальчиком, Ясун. Конечно, я много приготовлю. Хоть наградуется, что ты рано проснулся и порно работал. Не муж и жена? Ясу Мизу и Баа-чан и Каори-сан и Каори-сан и Каори-сан и Каори-сан и Каори-сан Эй, я не знаю, почему я так подумал. Эй, идиот Олера, Ясу Мизу, облачан и тебя. Ничего такого, правда? О, боже. Ну, или, по крайней мере, они, судя по всему, в отношении. Или, между ними очень сильная химия. В общем, эти двое, похоже, неплохо выладили и возраст они были примерно одного и того уже на вид. Хотите тоже что-нибудь поесть? А, нет, спасибо, я уже поел. Так, давай немного чая. Я могу также принести тебе легкую закуску, если хочешь. Шаскашная нигири. О, это было бы... Простите, можешь, мотоши телефон? Нам ненадолго. О, конечно, но почему бы сначала не попить чаю? Спасибо, но это важно. Пойдем, Харваки-сан. О, конечно. Мне казалось, будто я могу отказать. Мы поднялись в ближайшей лестнице в какое-то, похоже, живое пространство. В конце скрипучего коридора был черный телефон такой, ну, с диском. Редкость в этот день и век. Это один телефон в ССУ, кстати говоря. Серьезно? Ой, не один... И не один провайдер мобильной связи здесь не работает. Правда? Подожди, а кому ты вообще хочешь тебе позвонил? Рожную службу, страховку, такие вещи, и семье, если надо. О, в этом был смысл. Черт, я должен был тем, кто скажет это. Как я сказал, будет лучше, если ты выйдешь как можно скорее. А ты же тебе стоит использовать все, что у тебя есть. то, что чужакам здесь не рады? Да. И не должен соваться у нас дальше. Рокки-сан, я вижу, что ты быстро лауливаешь. Это хорошо. А ты так же кажешься правдолевопытным. Это видно. Конечно, видно. Честно, тебе стоит не совать свой нос. Это дела. То, что мы все равно скоро разойдемся. Именно. Это немного грустно. О, хочешь мои контакты? Ну, если ты готов ими поделиться, вот этот подкат. Вот, силен. Эй, это делать я парнем номер 53 в списке? Блин, это, конечно, расстройство. Откатились назад. Мы все еще обменялись нашей инфо. Я мог только надеяться, что быть номером 53 не было такой большой проблемой, как звучит. А что, хороший номер. Если сейчас второй корень, то вообще 8-8, это бесконечность. Звучит неплохо, по крайней мере. В любом случае, я все еще хотел бы узнать причину, почему то, что я здесь, такая проблема. Не рекомендую. А почему? Потому что это расстроит меня. Тебе здесь нравится? Да, на самом деле ненавижу это. Ты, похоже, ладишь с людьми. Так просто выглядит. Я был очень правильный ребенком. Тоже, что сейчас немного неловко вокруг стариков здесь. Есть куча вещей, которые ты не можешь есть сразу. Не могу сказать, что я на самом деле ненавижу людей. На этом я решил прекратить расспрашивать в этом месте дальше. Я решил сцепить, пока она не начала меня ненавидеть. Откатились. Могу спросить одну вещь? Ну, смело. Вперед. Тебе нравится этот парень Такуми Мура? Что? Мне нравится он? Да. Не-не-не-не, Такуми Чан классно такое, но он уж слишком неотесанный и будет еще чем детелее старше меня. Он, так сказать, не в моей зоне удары. Ему тебе нравится только Каори-сан? Да, так и показалось. Все неженаты или что? Нет. Каори-сан, давай. Опа. Интересно. Ну, это казалось сложным. Ну, если если отставить эту сторону, чай мне велось немного странно. Почему она уточила меня от чая? Блин, может, чай что-нибудь подсыпает для чужаков? Никогда нельзя отключать версию, что водолёт деревушки мог быть жертвоприношением. Все возможно. Особенно в игре такого жанра. И это казалось таким неловким. Предположим, что она не ревновала Каори-сан и просто не хотела, чтобы она очаровала меня. Да блин, да кому-то вообще нужен мужик, блин? Ты что, думаешь, ты приехал из своего Токио и всё на тебя каждый готов вешаться? Я реально думаю, надо всё-таки хорни двигатель немножечко охладить, охладить. Это означает, что она просто хотела шепить чай. Почему? Чай не любит по кофе. И почему она накормила меня романом в чашке, если мог просто поесть то вы. Нет, ну тут точно или местной едой меня собирается почивать с каким-то подвохом. Какой-то ингредиентик, возможно, что добавят специально для чужаков. Такая себе идея. Вглядываться глубоко в происходящую была часть моей природы. Хотя всё бы никогда не было так плохо, как я предполагал. Но, возможно, это случай, когда паранойя будет оправдана. Я позвонил в свою страховочную компанию, где я узнал кое-что. Похоже, эта деревня была сотни километров от ближайшей станции обслуживания, что означало, что, в общем-то, нормально обслуживание получить не мог, надо было доплатить сверху. А сверху было, на самом деле, довольно много. На самом деле, было больше 100 тысяч страшно. Так, ну это, блин, 20 тысяч раз побухать в компании, нет, почему 20 тысяч, 20 раз побухать в компании приятные девушки. Я же умею считать. Ну да, 100 тысяч поделить на 5 тысяч, это 20. Так же мог избежать этого, если бы я взял более дорогой план. Это было следовать собственно виной, что я не послушал совет про двусобайка. Дерем его. Я сказал, что подумаю об этом, и повесил трубку, затем вернулся в столовку. А, а куда все делись? Клиенты полностью поменялись. Тай-сан, Канзэ-сан, Такуми-сан ушли. Их заменила карикатура подростка-хулигана. О, гады, Ана-сан, почему все на таком качи, на самом деле? поля, поля, помогают, помогают. Ты кто, нахуй? Он закрещал на меня. Казалось, будто он слишком пытается. Вот это чел, точно крашеный, надеюсь, Баа-сан ему тоже все высказала. Затем он стукнулся миской и палочками от стола и встал, чтобы напугать меня. А, мехаруаки фусайши. На самом деле, наши герои такая хумылочка, знаете, будто он на всех смотрит свысока слегка. Че нахер? Че-то хочешь выйти? Боже, Йоши Цуго. Ты не будешь разговаривать с кем ты только что встретил. Солкнись, корга. Че-нибудь, че-то нахер за мудак. Харуаки-сан, путешественник, который разбил его байк. Блин, так было, конечно, слабое представление. Базаль не представить их тебе. Это Кори Ариба и ее второй сынок, во-первых. А, ну, первый это Ясу. Ну, да, кажется, мне должен быть плохой бэдбой и гудбой. Да, чувствовать от него нам хвабудит неприятности. Йоши Цуго-кун. Ясу Нага-кун первый. А? Ясу Нага-кун? Парень, которому ты представил меня этим утром? Да? Они, может, так не выглядят, но они похожи. Ты так не думаешь? Я не знаю. Наверное, какое-то сходство есть. Я уверен, что Ясу он тоже на таком же качу под его школьной форме. Ариба, какая непредсказуемая семья. Прекрати говорить о братишке ты, уродливая сука. Что не так с этим человеком? И зачем он делает губы уточкой? Тут же мобильных и нет. Сталфач делать не надо. Разве не как хочешь. Я уверен в своей популярности в Леноте прикольно исправить. Нравится и улыбка. Все, что я видел, это уверенность была вполне оправдана. Съебись на этот город ты, идиот. Тупой мудак. Тупой тупица. О нет, Хараки-сан. Я думаю, что я могу спорить с этим. Что? Что? Я потерялась немного. А, это он есть, сказал, а не нам. О нет, Хараки-сан. Это, что? Я не так, не решен, что ты была идиоткой? Ну хорошо. Тупая, ты тупая. У, как грубо. Присаживай, Сэгикун. Тупая, тупая. А, что за нахер? Не говори, не говори херня, Чи-ни. Ты у тебя довольно, ты довольно противоречивый, да? Да, назвал ее идиоткой, мы назвали идиоткой. Произошло внутреннее замыкание каких-то процессов в мозгу. Прости, Чи-ми-сан, я просто игрался. Да, один раз за другим. Трёс настоящий мощный, на что поделить меня? Я просто не хочу проиграть, и вот и всё. Вы встречались здесь или чё? Блин, хотел бы я... Как же этот моторчик заряжен. И даже суток, мне кажется, не прошло, но моторчик просто заряжен на максимум. Прекрати ты, Ёши Цугу. Ты уже опаздываешь. Переодевайся и иди в школу. Заткнись, я не поеду. Блин, как с матью разговариваешь. Ворча что-то. Пацан вышел из столовки, а Сайфи его не доедет. Напоян пустую миску позади. Извиняюсь за это. Как неловко. Позадили хороший мальчик глубоко внутри. Но я мог это увидеть. Отчасти. Кстати говоря, где Макишима-сан Эмуро-сан. Блин, по фамилиям я в жизни никого не запомню, боюсь. Они пошли забирать твой байк. О, нет. Мне слепо торопиться за ними. Сидеть. Я не знаю, где он. Не в порядке. Так не думаешь. Ну. Нужно просто поставить на ней травку и толкать. Не веришь, не знаю, как это сделать. И я, если хотите, должен помочь. Они могут подтикаться неправильно. Если это все, то это и не должен переживать. Почему? Потому что ты чужак. Я бы не предлагал пройти слишком много времени наедине с ними. Они казались такими же плохими, как по мне. Это потому, что они взрослые. Я предлагаю здесь, что все такие, что все есть такие приветливые, как я. Я исключение. Ты можешь нормально ладить, но ты можешь так же хера нормально с ней поладить, но можешь так же хера злить. Это место уже далеко ненормальное. Не рискуешь, что делаешь его еще хуже. права я бы сказала. Они настояли, чтобы ты оставил это на них, поэтому это то, что ты должен сделать. сделать. Вы тоже так думаете? Да. Мощна здесь довольно серьезная. За счет того, что я самизу собственный способ делать дела. Самизу. А я могу сейчас это понять. Гость и должен найти себя как гость. Надевать, что-то сверх будет лишним. Это было старомодное размышление, но это было и старомодное место. Тут уж не поспоришь. Тогда где нам ждать? У меня дома. Ну, в комнатке точнее. Ну, в принципе, ожидалось, но мне стало любопытно. Обычно стоит обождать, что мы посидим и попьем чай сейчас. Так почему нет? Не надо тебе пить чай. От водочки тоже отказаться. Кому ждали, Чиме казуально, но некомфортно рассказал несколько вещей. Да, Ясумизу, Ясумизу деревню, надо не забыть. Вот, Ясумиза делает дела без чужаков. Так вот, во-первых, я узнал, что Лидия и Ясумиза были сейчас немножко на грани. Причиной этому был факт, что кроме меня у них было целых три чужака, но мы уже можем целую тиму сформировать из четверых. Уже целую партию РПГшную. Так, ну, я даже не знаю, на какой мне класс воин, маг, вор, трудно понять. Мне кажется, на мага мы все-таки не... Блин, на самом деле наш щел, он на самом деле довольно, если не умен, то как минимум наблюдать или налогичен. Я к нему немножко несправедливо отнесся, мне кажется. Да, хорни режим ему может мешать, но он прям неплохо мыслит. Да, это было целых три чужака. Может, та девушка тоже белая. Девушки, сами имею в виду. Я привожу Таисан, судя по тому, что я знал, но похоже, вчерашнее утром маленькая девочка была найдена пройдящей у потоков Саранаги. Не смогли даже знать ее имя, тем более, кто ее родители, так что не знали, что с ней делать. Пока что один из жителей присматривал за ней. Как мне сказали, более суеверные жители, в основном Таиса, посчитали ее плохим предзнаменованием. Я продолжал сойти в полиции, но чьими, похоже, не думал, что это такая хорошая идея. В этом не давали был смысл для меня, но если поверить ей, то дело в селе здесь так, что даже копы ничего не могли сделать. И, похоже, что в эти два чужака были пары журналистов, которые собирали информацию для статьи в журнале. Ооо, это точно не та профессия, которую здесь одобрят. Это СтопРотс. Для чего маленькая девочка и меня, они прибыли сюда обычным путем через Камифуджи Йоси. И поэтому не считались каким предзнаменованием или еще что-то, просто считались назойливыми мразями. В случае, много с ним свое дело. В любом случае, даже обычные чужаки остались здесь чувствовать себя на грани. Через это разговор и также узнаем несколько деталей о местности. Так, это гора, Камифуджи Йоси, горная дорожка, сама гора. Ну ладно, я снизу был поселением, частью нового региона под названием деревня Фуджи Йоси или просто Фуджи Йоси. А также она была на карте, которую мне указали в магазине. Фуджи Йоси была разделена две части, Ясумизу и Камифуджи Йоси. Наверное, судя то, как я перевожу другие имена Фуджи Йоси. Ну, не суть. Они были разделены горой. Поход к Камифуджи Йоси занимал где-то час пешком или 20 минут на машине наветренной, но асфальтированной, не асфальтированной, ну, проложенной дороги. Заметочка. Школа, в которой хотели ученики, была в Камуфуджи Йоси. Эти два поселения имели связь с такие сильные, что не разделяли традиции и культуру. Чайми сказала, что местные сезоны события были довольно необычными. Я попросил пояснить, но все, что она сказала, так это то, что я с Амизой имел особое значение для Фуджи Йоши. Она надеял меня подозрять больше, чем я хотел. В этот разговор был не настолько захватывающим, как тот, который у нас был последней ночью. Пожалуй. Ну, по крайней мере, я узнал, что у нее сейчас нет парня. Очень интригующе. Полезная информация, я уверен. Было почти полдень, когда Токуми Сан вернулся, окончив мою игру в ожидании. Заметка, дверь была пусть открыта все время, что мы ждали. Это был, наверное, способ, чем я сказать, что здесь ничего плохого не происходило. Наверное, а как хотелось бы, да? Ну, ЛМА, конечно, тяжелый, а. Не столько тяжелый, как кабан, который я поймал в последнем году. Я правильно, я ждал, что они просто принесут его сюда, они травочка не нужна для тех, кто на качи. Не, конечно, их было двое, насколько массы нужно иметь, чтобы вот так легко утащить 200 килограмм металла. Из-за дороги и реки мой конь стал, правда, грязным. Какой подняли его поютился? Есть какой-то кран, получается, мы поднимаем вещи снизу время от времени. А, подъемник, наверное, как умеет. Ну да, сейчас не время для этого. Эта штука в порядке и выглядит довольно мокрый. Не уверен, я проверю. Ну а тогда оставляется ли на тебя? Старик, а ты за него больше времени ничего не думал займет. Ничего, если я займусь заточкой завтра. Я проводил громким спасибо. Ну что ж, нужна помощь. Я сейчас смотрю, что сам могу сделать. Худшая часть починки была прямо в начале. Я к ней начался в помытии, она-то старая леди. По-моему, ее имя было Тая Ямалаки. Правда, разлились на меня. Она не хотела, чтобы грязь саранаги была здесь на земле, потому что она была порчена или еще что-то такое. Топлаз был единственным местом с легким доступом к запасу крану с водой. Ну да, вода колонки может. Поэтому сделал все, что мне хотелось убедить ее и позволить мне помыть его настолько близко к крану, сколько возможно. Как только он был чистым, я смог начать проверять, что же с ним было не так. На самом деле лег где-то довольно неплохо. Погнулось местами, конечно, но помывка избавила от плохого звука, который сдавали колеса. Есть проблема была то, что обе шины сдулись. Это было довольно большой проблемой. Ты не взял инструментов? Нет. Разве ты не должен брать с собой, когда отправляешься путешествовать на байке? Разве с собой позвонить дороже в службе и они сделают всю работу. Так не подготовлено. Наши шансы падают. Наши очки падают прямо сейчас перед с ней. А нет, оправдание, честно, у меня был такой момент, когда я выехал, ничего не продумал. О, могу я знать, что случилось? Моя девушка меня бросила. Это кажется ложью. Это не было ложи. В любом случае, где-то с эти инструменты, чтобы починить спущенную шину. Не мог быть в особняке Носато. Особняк Носато. Да, это на большом месте весом Мейзо. Если не сможешь найти чего-то тут, чего-то там, то не найдешь нигде в деревне. Понятно. Тогда давай попробуем. Я на самом деле не крылья встречает этого парня, но не могу придумать других идей. Снова кто-то важный. Да, и он, честно говоря, немножко странный, скажем так. Итак, мы подняли сверх плохому и прибыли в этот так называемый особняк Носато. Суть о том, что я мог понять, он располагался в самой высокой точке поселения. Как сказать, в Чиеме это было определенно не хреновое такое здание. Не было бы элегантный западный дизайн, который, наверное, выглядел бы даже лучше, если бы за этим местом уже ухаживали. Двор весь зарос. Само здание, по сути, тоже было похоронено в лозах, в пылеще, в маленьких деревцах. Если ты сказал мне, что он сам не был проклят, я бы ему сразу поверил. Люди реально тут жили? Мне интересно, интерком работает. Нажал на кнопку рядом со старыми железными воротами. Я сам из-за был тихим местом, поэтому я легко смог услышать звон колокольчика внутри. Звон звонка. Попробовать еще раз? Давай не будем. Мы разозлим его. Мрачный парень, а? Мрачный. Ну да, это довольно точное описание. Я не был уверен, что он имел в виду, но я решил просто ожидать, вместо того, чтобы задавать большие вопросы. Вскоре человек, который нашла речь лучшего из особняка. Что это такое? Кто вы? Он не был юным, но он не выглядел в среднем возрасте. И он явно оказался каким-то нагреженным, это точно. Симпатичная у него штука на шее. Здравствуйте, Насато-сан. Это Срезава. Я знаю тебя, чьи мистер Срезава. Я спрошу юноши с тобой. Хараки-сан, это Киноске Насато-сан. Киноске-сан, это Хараки Фоэл Саиши. Он попал в Варию. Это представление было, наверное, самым кратким за все время. А? Что? Я объясню ситуацию снова. Он нахмурил... Он нахмурил бровь, когда упомянул Саранагу, пополнял причине, по которой мы были здесь. Так, мне нужны снега для починки, потому что я смогу бросать сюда как можно скорее. Я разбираюсь в шинах, если честно. Шины бескамерные? У меня есть заплатки. Ну, я думаю, я думаю, чинить без камер души, добудет немножко чересчур любителя. Хотя проблем нет, если ты не любитель. Ну, если камера... Если шина... камера... Зарвалась, порвалась. Все выборы, кроме как заменить ее. У меня, еще одно, нет запасных. И даже если были, я бы их тебе не дал. Прошу прощения, но я немного знаю об этом. Какая трата времени? Я рекомендую провести. Потратили бы любой количеств тысяч, которые у тебя есть, чтобы ремонтик приехал и подобрал тебя. Не-не, чего бы он это ответить? Блин, я чувствую релесганги Роме тоже, я там ничего не понимаю. У нас, Атосан, и не думаю, что мы можем позволить, чтобы еще чужики приехали сюда сейчас. Раз не было в нормальном городе, не говори мне, что ты себе еще веришь, что это чушь. Хм. Я-то была бы не против этого, нас не было, что старшие будут. У нас слишком много гостей за последние несколько дней. Мне все равно, что вы думаете, крестьяне из-за Суинизу. Что же дальше я сделаю? Починю шины сам и запачкаю себя маслом, машинным маслом? Ну, я бы никогда это не предложила. Просто думаю, что деревня Фуджиоше что глава деревни Фуджиоше должна помочь гостю с проблемами. Хм. Как насчет того, что Мясо Шпагас не только когда удобно, ты просто окажешь ему традиционный пресс и Асумизу. Ты знаешь, сбросишь его с утеса. Вместе с байком. Байк можно оставить, в принципе. Вау, что за черт? Ну, же вы не можете такого говорить. Танч Еми будет немножко странным. Я чувствую некоторое раздражение в Юсовах. Я знаю, это может быть проблемно. Может, по крайней мере, одолжить мне инструменты. Что? Я просто одолжу их. Вы не услышите, видите, как я работаю. Я могу даже заплатить. Ну, я не против этого. Но я хочу компенсации, что угон, что ты сломаешь. Сладен ты или нет, это и заставлю тебя нормально себя вести. Затем он указал мне на гараж и ушел он из этого особняка. Блин, я думал, он нам пиздец. Что такое нахрен порванная камера? Вот, а так отстойно. Что? Думаешь, каждый байкер может снять байк, просто побив его кайчим ключом или еще? Я не знаю. Разве немного девушка... Разве небольшое количество девушек нравится парня, которые хороши с машинами и прочим. Так тебе нравится Носатоши? Нет. Ну, раз ориторяется, будто умный, на самом деле, никогда ничего нечего нечего сыграть за свою свою жизнь. Этот парень не настолько опытный, как он заставил тебе думать. Да почему у него есть вещи для починки байков? Ну, а сегодня Носато, это по сути весами за литями Носато. Носатоши у меня Камуфюджи... Косвикус уже название для меня, Камифюджи Йоши. Все, что им там не нужно, они отсылают сюда. Ну, в общем, это просто их чувальчик такой большой, да? Ненужная вещь. Просто огромная антресоль. И то, что Киеноски Сану была поддана машина пять или шесть лет назад, но вообще ее не водит. Но он не умеет ее водить, поэтому он на сих пор собирает пыль. Может, тачку у него отжать? Блин, ну, сельская местность. Нет, да не даст скрыть свой позор, даже с своей жизнью это будет зависеть. Да что тут уметь водить-то? Мне кажется, может быть, поучиться. Тут места много, давить себе особо некого. Единственное, конечно, дорог нормальных нет. В любом случае, я теперь я знал, что человек был таким снисходительным, претензиозным типажом. Он тебе еще помог у него, с другой стороны, это была правда, что я не знал многого по чинке байков, так что я не мог злиться. В любом случае, да, просто возьмем все, что глядит так, будто оно может быть полезным. Все, обносим гаражик. Как бандиты, а? Я участвую. Ну, уверен, что я не мешаю тебе. Я бы чувствовал себя расстроен, если бы мне с ним было поговорить. Просто продолжай болтать со мной. Это помогает. Инструкции, которые пришли с инструкцией для починки, сказали мне, что шины моего байка были довольно сложным видом для починки. Хм, по сути, не нужно было снять шины, но где, как мне вообще начать? Ну, пока я ничего не сломаю, ничего, что я здесь не может быть хуже, чем вызывать сюда дорожную службу и платить 100 тысяч иен. Поэтому я попробовал, просто осталось разобрать их. Но пока я снимал все, что я, блин, мог, я сделал ситуацию даже хуже, чем она была. Ну, это реально будет неработка для любителя. Тех, хочется, что-то приходится. Можете есть, тоже чем я сам. Вау, спасибо. Будет серьезно. Блин, в машине, конечно, куча проблем. Прямо все, культура замечательная, пока не ломается, чав-чавк. Думаю, я сейчас сможешь починить до заката? Это может быть тяжело. Не переживайте, где до худшего, я чинить сделаю. Я правда оценил, как она справлялась с гостями вместо меня. Эй, чини. Это трудно получить права на байк. Не знаю. Я знаю, что с лепрами на скутер легко. У меня самой такая есть. Права на байк среднего размера довольно тяжело получить. Даже нужно пройти обучение, как с машинами. Тебе нравятся байки? Че нахер? Где такое дело? Кое сейчас стоило? Кое 100 тысяч ен. Совершенно новенький. Ебаный в рот. Что за черт? Это слишком дорого. Ты идет или что? Как-то вообще нашел столько денег. Подработки и все такое. Ты по аварию. Бедный Харокисан. Чеми-сен-сей. Что случилось с моей едой еды? О нет, я все съел. Бедный Харокисан. Вот это молв от нее. Но она я не хочет, чтобы мы это ели. Как же пытаться накормить? Я не хотел симпатии от того, я только был ответственен. Пока я выговариваю из-за того, что не стало мне еды, я каким-то образом вся вшит вместе с колесами, надеясь. Я только надеюсь, что я смогу починить все. Мне была та штука меньше месяца. Более, 800 тысяч ен просто в трубу улетели. Но проблема, через которую я стал меня проходить, из-за того, что у меня чувство будто она как-то дорога мне. Я хотел завести байк снова и чтобы он поехал настолько быстро, сколько мог. Это очень норматично. Зашел двигатель. Казалось, он усмехался надо мной. Кстати, двигатель здесь. И повернулся, видел незнакомый фургон, заезжающий на площадь. Кроме классического выглядящего куска мусора в гараже Носата, это было первый раз, когда я видел здесь машину. Сколько я знал, никто, живущий здесь, не удел машины, так что это те же журналисты. Это журналисты, о которых я рассказала тебе. Я знал это. Когда фургон остановился, из него вышла леди. Здравствуйте. О, она красивая. Здравствуйте. Ну да, она прикольная. Я дорожаю сегодня снов. Ты новое лицо? Здравствуйте. Меня зовут Харауки. Харауки Байкалум. Не будет так жесток себе? Дерьмо. Это было не время для инсайда, для внутренней шутки. Я быстро нормально приставился. Я ртвился не так далеко, поэтому я пока отстрял здесь. Может меня выведите, ребят? Я вообще был только за... Понятно. Так ты студент? Жаль, слышу черсткие проблемы, тебе что-то пройти. О, и это я. Жаль, что дал мне визитку. Хисак Мамия, писательница-фрилансер. И ее псевдоним был Кьёко Хосе. Когда не читал статьи Кьёко Хосе, А, простите. Так я думал. Я пока небольшое имя. И журнал, который меня печатают. Их основная аудитория, домхозяйки и старики. Это ретензийные соревнования. А о чем вообще ты пишешь? Ревью еды. Ретензий на еду. Я специализируюсь на необычных блюдах. Типа, самые тортизовые пахнущие консервы в мире или что? Да? Ну, обычные странности не привлекают, что внимание не стоит. Не та, что я ищу мелкие кулинарные странности. Локальные для Японии. Если случились, знаешь, какие-то странные блюда из северного города, скажи мне. Ой, ну это точно кормят, я уверен. Папуны. Я бы правильный чертей Японии, чтобы попробовать. Ученик из лаборатории, который сейчас посещал, создал свиной мисос суп из гриба, который он нашел в кампусе. У нас были массовые галлюцинации и без ядов или внезапных озарений. Камбалдали целое любопытно. Кстати, раз у вас не было двое, да, здесь партнеры. Просто наше время, чтобы... О, вот он. Я стрелял на фургон и был совершенно потрясен. Такое чувство, будто фургон снял свою кожу или еще что-то, не было какого смысла, серьезно, но как это влезло туда? О, гадэм, сан, вот это мужичара. Он был гаргантю... 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 короче, очень больших размеров, гигантических. Такоми-сан был, конечно, что-то, но этот человек был на уровне иностранного тягателя больших весов. Это отличие от такоми-сан, он был скорее толстым, нежели мускулистым. Когда он сошел с теми водителя, фургон дико затрясло. Иудай Хашимото-сан, фотограф. Много развода знаменит, чем я. Он работает в самых разных полях. Полагает, идти его фотографии даже не знаю этого. Я не знал много фотографий, но я был определенно убежден. Был определенный авторитет или серьезность в нем. Он не говорил ни слова и не мог понять, что он думал. Треб познакомиться. Ихаруаки Фусеиши. Он вообще был живой? Здравствуйте. Устраивая пауза, медленно наклонился. Ну, как движущаяся гора, которой он и являлся. Приостало менять титаническим голосом. Это колоссальный титан. С ним, похоже, было сложно взаимодействовать. Это ваш последний здесь, да? Последний день на земле? Да, Риба сказала, что она позволит мне попробовать ее фирменные шишинари. Не знаю, сможет ли чужачка с ним справиться. У меня есть лекарство от живота. Я уверена, буду в порядке. Итак, мы Миши и Хошмоташи ушли в столовую. Том подумал, что такая красота была охотницей над деликатесами. Нужно его признать. Это раньше было довольно очаровательной. Как бы я не был заинтрекован, но заинтрекован не могу дать больше времени. Мне нужно было уже починить свой байк. Вообще удивлялся, у меня здесь Ясумиза, но не что так сильно, как это. Здравствуйте. Никакой реакции. С первого взгляда он казался бедняком, слишком слабоумным, чтобы нормально думать и понимать. Вам что-то нужно от меня? Я удивился, что говорю настолько ясно, насколько возможно. Не казалось, будто он понял. Я думал, чтобы лучше разигнорировать и провести починку, но... Идет. Я снова взгляну на него. Он сейчас просто стоял, будто его душа и мозг покинули его тело. Пустой взгляд, пожелтевшие глаза, например, открытый рот, подкрытый слюной. Идет. Он заговорил снова. Что идет? Волки, оборотни. Что его за таким слишком хрипом, чтобы понять? И еще раз я приложил руку к уху. Не кричите только. Он наконец-то понял, что я чего хотел, приготовился прошептать что-то. Я понесу луха ближе и... Волк идет! Это местный мальчик, который кричал о волке, волке. Садный крик, сказал мне врасплох и сказал мне упасть на землю. Он срежет мне сверху, не смеясь. Он сахопа открыл его наполенобеззубый... И обнажил его наполенобеззубый рот в широкой ухмылке. Волк идет! Волк идет! Он наконец-то не уйти его странным образом смеять, будто у него были конвульсии, развернулся и просто ушел. Хараке-сан! Ой, слишком поздно. Чья разница шурналистами только вернулась. Слишком поздно для чего? Дедуля любит дурачиться так с незнакомцами. Подожди, это твой дедушка? Нет-нет-нет, я даже не знаю его имени. Он был из-за вечности, он всегда такой. Казалось, меньше, будто он дурачился и скорее всего, немножко тронутый. Да, всем за этого стариком, который кричит, кричал волки. Нас еще есть мальчик, который кричал волки, полагаю. Но не так хорошо работает. Волки, ну, насколько я знал, в Японии нет диких волков. Раньше были, но после раз их видели где-то в Ром Мейджи или Шоуа. И с тем пор не считались умершими. Современный образ волков Японии был из западных сказок и подобного. Это не было связано с ничем в нашей культуре или жизни. Даже мальчик, который кричал волк, был западной сказкой. Обезумие оставляло повторять сказку или что? Немного значительно с вами рвусь по чинке байка. И я думаю, это хорошее, чтобы закончить, глядя в это голубое небо. Потому что так можем еще читать очень-очень долго. Никакой паузы такологической не наблюдается. Познакомились с разными интересными личностями. Так, можем сюда зайти посмотреть. Ну вот, мы прошли, конечно, несколько сегментов. Насколько много непонятно. Интересно, конечно. Если бы мы знали, чего на самом деле хочет Чи Эми, мы бы вообще пошли по какому-то другому пути. Но Чи на этот путь уже какой-то будет. Раскрывающий сюжет, что-то нам объясняющее все такое. Ну, просто любопытно, что всего этого бы не было. Возможно, мы бы просто скипнули всю эту часть с починкой, сразу занялись быть делами. Ну, опять же, гадать смысла мало. Ладно, возможно, не самый лучший меню для остановки, но серия и так очень большая, и я понять не имею, когда будет более подходящий меню для паузы. Так что закончим сейчас. Я надеюсь, вам серия понравилась. С вами был Авангард. Авангард. И до новых встреч. Всем пока.